ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каток в Парке Победы расположится на месте колеса обозрения. В центре площадки елочный комплекс по периметру световой опоры с цветной подсветкой. На всех катках музыкальное сопровождение. Установлены пункты проката, теплые раздевалки, точки общественного питания. Ледовые площадки работают ежедневно с 10 до 22 часов с двумя техническими перерывами. Девять полезных постов о материнском капитале публикуют в телеграм-канале Куйбышевского района Самары. Материнский капитал – это мера поддержки для семей с детьми. С 2007 года его могут получить семьи на второго ребенка, а с 2020-го такое право появилось и у семей, в которых родился первый ребенок. Специалисты рассказывают о материнском капитале, условиях его использования и отвечают на самые актуальные вопросы, в числе которых – как получить маткапитал на оплату услуг детских садов, кружков и секций, каковы размеры маткапитала в 2023 году и как произвести индексацию неиспользованного маткапитала. В преддверии снегопадов администрации Ленинского района провели совещание совместно с прокуратурой, ГЖИ, муниципальным предприятием ГАТИ и руководителями всех управляющих компаний ТСЖ и ТСН района по организации взаимодействия «Пряческий снег и кровель в зимний период», сообщает телеграм-канале. На совещании доведен разработанный алгоритм информирования о предстоящих снегопадах и о порядке контроля за выполнением работ. Также ответственных за уборку снега предупредили об административной ответственности за недобросовестную работу. Как начать процедуру усыновления ребенка, оставшегося без попечения родителей? Подробную рекомендацию дает заместитель руководителя Департамента опеки попечительства и социальной поддержки Светлана Бьюговская. Для начала необходимо обратиться в городской Департамент опеки, где специалисты дадут перечень документов, которые понадобится собрать. Для того, чтобы стать усыновителем, нужно подать заявление и получить заключение от органов опеки о том, что вы можете взять семью ребенка. Кроме этого, необходимо будет пройти школу приемных родителей, чтобы убедиться в том, что желание взять ребенка в семью – искреннее и осознанное. Более подробные рекомендации можно получить, посмотрев видео в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки.